Доброе утро, уважаемые трейдеры! Мы с вами будем пристально наблюдать за канадским долларом, хотя канадец, учитывая ту динамику, которую показывал в последнюю неделю, обратил сам на себя внимание, даже со стороны тех, кто особо не был замотивирован и не проявлял интерес к так гублей, потому что движение, вы сами все прекрасно видели, сверх волатильный. Обычно для пары доллар-канадец не характерна такая динамика, и важно отметить то, что до сих пор трейдеры никак не могут определиться с направлением. Мы в рамках даже одной торговой сессии видим, как настроения меняются по несколько раз на дню, и паре ничего не стоит выросли на 100 пунктов, потом почти 100 пунктов потерять, и за считанные минуты, собственно, снова все это падение выкупить и вернуться к уровням, на которых, собственно, были до этого. Доллар-канадец. Сейчас котировки ниже отметки 1.33. Если по факту выхода сегодняшних отчетов, либо изменению новостного фона трейдеры по-прежнему будут делать большую ставку на рост доллара и уже найдут меньше оснований в том, чтобы укрепился канадец, тогда нужно будет отпустить, скажем, эту короткую позицию, которую мы ранее заняли. Но это только в том случае, если котировки уйдут выше отметки 1.33. Мы на текущий момент держимся ниже. У нас есть впереди катализатор, который позволяет рассчитывать на потенциальный рост канадца, поскольку данные по инфляции настолько же важны для поведения канадца, для канадского регулятора Банка Канады, собственно, так же, как этот отчет важен для Европейского центрального банка, для Федеральной резервной системы. Ну, разумеется, отчет данных по инфляции, которые касаются их национальных экономик. Логика здесь та же самая, что и в контексте именно поведения и реакции действий Европейского центрального банка и Федерезерва. Данные по инфляции позволяют пролить свет на то, что будет с монетарной политикой. Соответственно, если мы посмотрим на текущие прогнозы, по индексу потребительских цен сегодня ожидается довольно серьезный прирост в месячном выражении, в годовом выражении. Это характерно и справедливо для общего показателя инфляции. Также этот прогресс мы можем, скорее всего, отметить по базовому индексу потребительских цен, который еще более влажен для Банка Канады, поскольку, как вы наверняка помните все, ключевое отличие базовой инфляции от основного индекса, просто индекса потребительских цен, просто показателя инфляции, в том, что он не учитывает цены на продовольственные товары и энергоносители. Поэтому, если прогнозы экспертов, аналитиков окажутся проделами, будут верны и подтвердятся действительно положительной статистикой роста индекса потребительских цен, канадец, конечно же, будет очень мощно сопротивляться. И поскольку у нас сегодня не ожидается каких-то важных отчетов по доллару, то есть мы с вами не ждем фона, который мог бы компенсировать осеннюю статистику по Канаде, и позволить доллару прорваться выше текущих значений, я бы с большой долей вероятности сейчас сделал акцент на то, что канадец сегодня укрепится. И позволил, даже искнул бы через эту спекулятивную позицию, через трейд покупки канадца против доллара и, соответственно, продажи в целом пары доллар-канадца. Это, наверное, такое напутствие тем, кто еще не нашел достаточно оснований для торговли долларом канадца, либо вообще не обращал внимания на то, что происходит с этим дуэтом валютных инструментов. В отношении доллара мы сейчас, конечно же, поговорим, тоже здесь волатильность зашкаливающая, в несколько раз превосходит среднее значение за последние несколько месяцев, которые мы с вами сформировали, которое сложилось. Доллар тоже то интенсивно растет, то также быстро падает. Сейчас еще нужно учесть, что мы говорим о торговой сессии пятницы. Многие трейдеры в этот день, как, скажем, результат недельной работы, предпочитают уже выходить в тень, как это происходит, посредством закрытия коротких, точнее, просто позиций, не оставляют их на выходные. Ну, может быть, эта тактика довольно и правильная, потому что мы сейчас все продолжаем жить еще в окружении новостного фона, который касается роста торговой напряженности, поэтому на выходных могут прозвучать отдельные комментарии, выйти какая-нибудь новость, либо статья со ссылкой на именитое издательство, которое является лидером мнения. Поэтому не удастся даже, не будет возможности адаптировать свои позиции с открытия понедельника, потому что, как вы знаете, торговая сессия начинается уже с заложенным позитивом, либо негативом, который складывается на выходных. Многие трейдеры, которые, возможно, сейчас наигрались в росте пары доллар-японской иены, я знаю, что у многих действительно была цель 113, эта цель была достигнута, закрепиться, пока пара выше не смогла, отступила. Многие трейдеры все же уже пофиксились, высли из длинной позиции, ждут более мощных сигналов для дальнейшего роста доллара. Это еще, скажем, одно доказательство того, что у доллара сегодня нет так уж и много шансов, чтобы вырасти. И поэтому мы можем сделать такой локальный акцент на новостной фон, который касается других экономик, и, соответственно, валют, которые за ними стоят. В общем, сегодня торговая идея и сделка номер один, которую нужно попробовать провести. И, будем надеяться, скажем, удача будет на нашей стороне. Это сделка по продаже доллара канадца с возможностью закрепления пары ниже отметки 1.31. Может быть, для кого-то это весьма агрессивные цели, но я напоминаю, друзья, мы сегодня говорим не о каком-то отчете по состоянию промышленного сектора, не о статистике по торговому балансу. Мы говорим о показателе инфляции. Если, скажем, вы не поленитесь, попробуйте посмотреть, как на истории канадец отрабатывал эту статистику, вы лично сможете убедиться, что этот отчет даже более чем достаточный, чтобы сломать все локальные тренды и привести к движению валютной пары больше, чем на 150 и 200 пунктов. Почему бы нет? Канадцы сейчас явно, соответственно, не очень здоровятся. Сейчас, опять же, я, когда перейдем подробнее чуть обрисовывать ситуацию по канадцу, отмечу, чем это связано. И любой позитив будет воспринят, может быть, даже в двойном и в тройном ключе. И это должно простимулировать укрепление этого инструмента. Из других отчетов, пожалуй, даже выделить особенно и нечего. Единственное, что статистика нефтесельственной компании «Беккер Хьюз» по количеству нефтяных терминалов это классический до пятницы релиз 20.00 по московскому времени. Но в последние недели мы особо-то о нем и не говорим, потому что в целом картина не меняется. Тенденция роста количества терминалов сохраняется. И тот релиз от администрации натической информации, о котором разбирали в среду, он явно доказал, что... Что касается нефти, 72.50 закрытие прошлой торговой сессии, 72.72 сейчас. Чуть-чуть, может быть, скорректировали с котировки за последние минуты. Отступили мы от 70, так и не достигнув этой планки. Мы, я имею в виду, продавцы. Но это не значит, что шансов на тесты этого уровня нет. Я уверен, что, напротив, вот эта коррекция локальная, которая идет, она направлена на сплочение большего объема на продажу. Это, скажем, классическая фаза накопления, которая, в конце концов, будет реализована в еще одну стяжную пике, которая отправит к котировке бренда ниже 70 долларов за баррель. Вот, опять же, общаясь с коллегами, кто-то мне даже вот скидывает посты аналитические о том, что, возможно, ситуация уже меняется. Якобы Саудовская Аравия сообщила о том, что экспорт нефти в следующем месяце снизится на 100 тысяч баррелей, потому что Саудовская Аравия, как, скажем, основной авторитет на рынке улеводородов, заботящийся о балансе спроса и предложения, решила, что есть все-таки проблемы, есть риск роста, перенасыщения рынка предложения. И, скажем, есть риск очередного избыточного накопления запасов. Поэтому для того, чтобы снять этот риск, они будут меньше экспортировать. Сразу хочу сказать, друзья, забудьте вообще об этих комментариях, потому что Саудовская Аравия уже явно продемонстрировала намерение вместе с Россией поднять показатель добычи по итогам встречи с Франапией. И рост производства будет продолжен, потенциал наращения, в общем, показателя наращивания около 1 миллиона баррелей в сутки. Это вы тоже все знаете, я об этом постоянно говорю. Важно, что нужно было выделить для себя в этих комментариях, то, что даже Саудовская Аравия признала, что сейчас рынок находится на грани перепроизводства. Если вам было недостаточно моих доводов, то, пожалуйста, об этом говорит и, собственно, один из ключевых производителей нефти в мире. Что касается причин продаж, они остаются прежними. Если хочется вам снова их обсудить и, скажем, детализировать картину по этим факторам продажи, можете посмотреть прошлые брифинги. Я детально рассказывал про перспективы экономического роста и про ситуацию в Китае, и про то, сколько где добывается, насколько, скажем, исполняются договоренности, которые все еще действуют, как вы знаете, на ретического пакта, насколько этот показатель снизился по сравнению с маем, да и, в принципе, что будет дальше. Также мы детально с вами обсуждали ситуацию и в Ливии, поэтому в целом этот новостной фонд позволяет нам сейчас сфокусироваться на идее продажи и верить в то, что цены все же прольются ниже. Например, WTI. Рубль практически 64, друзья, как и следовало ожидать. Снижение нефти, пусть не в моменте, с небольшим временным лагом, но стала причиной девальвации курса российской валюты. 64, 65 – это наши с вами цели. Я думаю, что уровни, на самом деле, будут еще более мрачными для российского валютного инструмента, потому что за последние месяцы в экономике ничего не изменилось, и более того, сейчас снова весьма актуальными являются разговоры о новом этапе финансово-экономических санкций Запада, в лице основных Соединенных Штатов Америки, против России. Поэтому ждем дополнительного негатива на российскую экономику. Все это будет приводить к постепенному ослаблению ключевых фондовых индексов. РТС и МВБ в разной степени, поскольку все-таки эти индексы также реагируют и на то, что происходит с валютой. Ну а по валюте российской цели я уже обозначил. Доллар японская, иена 112.29. Ведь сейчас, скажем так, ниже 112.50 мы находимся. При этом вчера вышел очередной сильный отчет по заявкам на пособия по безработице, и не просто сильный. Он, на мой взгляд, стал рекордным даже с 1969 года. Хотя могу ошибаться, но, действительно, не суть важна, потому что 207 тысяч, даже если и видели мы с тех пор такие цифры, их было, ну, крайне мало. Поэтому, в целом, мы можем говорить о рекордном статусе этого релиза. А снижение заявок, обращений за пособия по безработице отражает рост занятости, отражает то, что все ищущие, ну, большинство, находят работу, скорее всего, все их устраивает. Почему находят работу? Потому что создаются новые рабочие места из-за того, что предприятия, промышленники, бизнесмены вверх в перспективу американской экономики. И правильно, все, что мы разбираем сейчас по штатам, ну, если уж совсем не уходить в дебри, связанные со дефицитом бюджета и государственным долгом, в целом, состояние экономики сейчас гораздо лучше, чем было, к примеру, год или несколько назад. Поэтому стимулы реформы Трампа работают, доллар в связи с этим растет, создает хорошие условия для того, чтобы зарабатывать на его росте. Вернемся, собственно, к вчерашней динамике. Почему же доллар в этот момент так резко повалился? Это было связано с очередным твитом Трампа о том, что он не в восторге от повышения процентной ставки, но при этом продолжает уважать независимость федерализированной системы и, разумеется, не будет влиять на решение. Ну, разумеется, здесь в кавычках, и влиять тоже в кавычках, потому что, если будет нужно, вполне это легко сделает. Опасный комментарий, признаюсь, друзья, но все же давайте его пока пропустим мимо ушей, потому что сами планы ФРС пока не меняются. У нас, как и раньше, ожидание нескольких этапов действий, раундов, повышения ставок, и это будет в дальнейшем способствовать еще большему укреплению курса доллара. В моменте негатива из этого комментария стал причиной слабости доллара. Ну, вы сами прекрасно видели, как доллар довольно быстро погасил часть этого негатива и сейчас по-прежнему претендует на движение в район 113, ну, а там, может быть, еще выше. Золото под давлением. Я думаю, что, очевидно, цель уже как минимум 1200 долларов за труйскую унцию золота не смогли поддержать ни разговоры об усиливающемся торговом противостоянии, да и никакой другой фактор, который мог бы стать причиной повышенного спроса на защитные инструменты. Поэтому опирается слабость золота только на укрепление доллара. Индекс доллара находится на максимуме за последний год. Этого уже достаточно, чтобы вообще не верить пока в хорошие перспективы золотого актива. Фунт против доллара. Ставлю кресткий на этой валютной паре, потому что фунт, ну, окончательно разочаровал. Данные по роничным продажам. Снижение 2,9, в данном выражении, с 4,1. В месячном спад до минус 0,5%. Вот идея, кстати, почему просили роничные продажи, потому что потребители меньше ходили по магазинам из-за того, что смотрели чемпионат мира по футболу. Учитывая то, что Англия вышла в полуфинал впервые, там, лет за 25, может быть, даже побольше, ну, наверное, не лишена смысла эта идея, но это все лирика. В целом, роничные продажи просели, мы делаем вывод о чем? О том, что высокая инфляция все же оказывает тормозящие воздействия на потребителей, темпы экономического роста будут слабее в будущем. Почему банк Англии ничего не делает, я не знаю, друзья. Видимо, у них есть какая-то внутренняя установка, директива, все же наблюдать курс ниже текущих значений. 1,30 мы не удержали, котировки ниже, даже лоу, по-моему, 1,2950 с небольшим уже был. Я буду рассказывать про фундамент, который касается этой валютной пары, но на какое-то время для себя закрываю вопрос с трейдингом по британцу, потому что не здравый, на мой взгляд, расчет по перспективе монетарной политики, не ожидание прогресса по бридисту, который все еще реально не смогло вдохновить покупателей. И Британия, собственно, оказалась под давлением. Можно сказать, что основной пресс был связан с ростом доллара, ну, может быть, это действительно так, но все же здесь важно, что фонд не смог нивелировать, опять же, влияние доллара за счет такого мощного потенциала, фундамента, который у него есть. Австралийц против доллара, лоу 0,7316, все ближе, мы подбираемся к нашему целевому ориентиру, но все равно его пока не можем сделать. 0,73, цель актуальна, хорошо, что Австралийц снова просел, это значит, что влияние сильных данных по рынку труда оказалось непродолжительным, и все пришли к выводу, ну, те, кто следит за статистикой по Австралии, что, скорее всего, такие сильные отчеты являются лишь разным явлением, не тенденцией, а поэтому отработка идеи, которая предполагает сохранение резервным банком Австралии, собственно, так же, как и резервным банком Новозелания мягкой экономической политики, эта идея сохраняет свою актуальность, против австралийца действует также и доллар. Евро против американца, мы приближаемся к цели 1,15, друзья, хочу сразу отметить, что в следующей неделе будет крайне интересно, потому что в следующей неделе заседание Европейского Центрального Банка и, скорее всего, снова комментарии о том, почему политика какое-то время будет еще мягкой. И важно комментарии, что если экономическая ситуация ухожится, то тогда программа количественного смягчения может быть продлена еще на, скажем, первой, на первой полугодни 2019 года. Любые комментарии подобного рода это давление на евро, против евро сильный доллар и еще вопрос, который связан с политикой, ну, такого даже внешней торговой политики. Поскольку на следующей неделе мы ждем официальный визит представителей торговой палаты ЕС в Вашингтон, где будут обсуждать вопросы возможных ответных мер уже в адрес Соединенных Штатов Америки. И, судя по всему, то, что мне удалось нарыть в обеи информации, то, что представители Европейского Союза едут уже с подготовленным списком, так называемых, дорожных карт того, как они будут отвечать. Друзья, судя по всему, будет еще негатив по этому вопросу. И, опять же, сегодня статью читал, что самая темная ночь перед рассветом, то есть прежде чем ситуация улучшится, скорее всего, напряженность достигнет нового апогея. Ну, возможно, это действительно не так. По евро сохраняем короткие позиции. По доллару канадца уже частично мы с Вами разобрали, что и почем там. В частности, я как будто бы накаркал, и прошу прощения за это. Вчера мы говорили про то, как отреагировала Мексика на предложение о двустороннем соглашении со США. Вопрос Канады был пока опущен. И вот как-то назло, вот вчера Трамп вернулся к обсуждению этой темы, уже употребив, опять же, в своей речи, использовав и потенциальные отношения с Канадой тоже по тому же самом пути. Возможности не выхода на новое партнерство в рамках нового формата нафта, а возможности договоров отдельно с Мексикой и, собственно, с Канадой. Это негатив, конечно же, который привел к ослаблению канадского доллара, потому что даже представители Канады искренне верили в то, что будет новая редакция нафта, но, судя по всему, планы придется им пересмотреть. Пока что подробностей нету, но, возможно, до конца этого дня они не появятся и не нужны они, потому что сегодня мы ориентируемся на данные по инфляции, ждем роста этого показателя и ждем поддержки для Канадца. Поэтому давайте рискнем, друзья. Попробуем, пока пара ниже отметки 1.33, все же выжить нашу с вами цель 1.3050. Фондовые рынки снижаются, позитив от квартальных отчетов был непродолжительным. В частности, сейчас уже мы видим, как в рамках Америки снижается финансовый сектор, Citi, Bank of America, JP Morgan. Я думаю, что основные очарования фундаментальных результатов хозяйственной деятельности только впереди, поэтому выше 2.800 пунктов по S&P мы вряд ли далеко уйдем. Я считаю, что каждый раз, опять же, возвращаясь к этому уровню, вы должны все же больше поисматриваться и верить возможности развития нисходящего ранее. Думаю, что вот где-то с текущих уровней должен развиться очередной витак распродаж. То же самое характерно и для DAX, немецкого ГЕР-30 терминаля Markets. Пока что снижение, но это снижение не нивелировало тот рост, который мы видели с начала этой недели. Думаю, тоже еще не вечер. Как уже было отмечено, следующая неделя с таким серьезным рисковым настроем у нас в случае обострения отношений США торговых с Европейским Союзом. Первая, конечно же, проседит национальная фонда Европы. И, друзья, давайте к этому готовиться. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели. Увидимся мы с вами, как всегда, в понедельник в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. Если есть вопросы, какие-то комментарии, можете задавать их на нашем канале на YouTube с большим удовольствием. Отвечаю. Рад, что многие из вас проявляют активность. Это всегда похвально. И хотелось бы увидеть больше, скажем, альтернативных мнений, если вы не согласны, по поводу того, что может произойти с тем или иным инструментом. Так у нас будет больше оснований найти, скажем, эту золотую середину и прийти к истине. Хороших, друзья, вам хорошего не только за открытие недели, но и, безусловно, предстоящих выходных. До встречи в понедельник. Всего доброго. До свидания.